Сегодня исполняется 79 лет со дня трагедии в Хатыни. Белорусская деревня была стерта с лица земли 22 марта 1943. Вместе с ней сожжены или расстреляны 149 человек, из них 75 детей. В этот день в одноимённом мемориальном комплекте пройдёт митинг-реквием памяти погибших мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В Могилёвской области участились пожары и запалов травы. Уже зафиксировано 44 случая на площади почти 36 гектаров. Сотрудники МЧС проводят рейды на территории частного сектора. Напоминают жителям о правилах безопасности при наведении порядка на приусадебных участках. В Могилёвской области проходят электронные ярмарки вакансий. Соискатели могут задать нанимателям интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени на площадке evacansiy.by. Подробную информацию можно узнать в Управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горосполкома. Бобручинин перевёл лжебанкирам более 26 тысяч рублей. Схема знакомая. Мужчине позвонили в Вайбер, сообщили, что его счёт кто-то пытается взломать и предложили пути решения. Тот доверился мошенникам и оформил три кредита в банке в целях сохранения денежных средств. Правда, их быстро перехватили злоумышленники. Пристегни себя и своих пассажиров. Под таким девизом 25 марта по всей республике пройдёт единый день безопасности дорожного движения. За игнорирование ПДД грозит штраф от 32 рублей, за повторное – до 160.